Вдвое больше картофеля в сравнении с прошлым годом собрали в Новосибирской области. Аграрии региона отмечают дни урожая. Все они встретились в Новосибирске, чтобы пообщаться с коллегами и найти новых партнеров. Наш корреспондент Елена Щербакова узнала о всех новшествах сельского хозяйства и попробовала цельнозерновой хлеб, который новосибирцы увидят на полках магазинов только через несколько месяцев. Здесь все районы Новосибирской области. У каждого своя гордость. Тогучинцы привезли молоко, эскетинцы мяса, черепановцы кушнину. Современной техники с каждым годом на селе все больше, а значит и производительность выше. Парное молоко теперь можно купить даже в самом центре Новосибирска. Молочко в такой аппарат поставляется в большой 200-литровой кеге. У кеги только очень маленький носик внизу. Он подсоединяется к насосу, который подает молочко непосредственно на налив. Все это состоит из единого материала, без всяких спаек, что позволяет довольно-таки эффективно промывать и ухаживать. Новые технологии в сельское хозяйство нередко приходят прямо из университетских аудиторий. Студенты аграрного университета – хорошие изобретатели. Недавно придумали новый сорт хлеба. Совсем скоро в магазинах Новосибирской области можно будет приобрести цельнозерновой хлеб. Сделать его таким образом. Зерно не перемалывают в муку, а сразу после специальной обработки испекают вот такие буханки. Говорят, что по вкусу абсолютно не уступают обычному хлебу. Проверим. Ну, не обманули. Вкусно. В этом году сельхозпроизводители региона рапортуют – урожай хороший. Картофеля собрали в два раза больше, чем прошлой осенью. Овощей на 4 тысячи тонн больше. Да, ценовая политика, которая сегодня есть, она, на мой взгляд, не может не устраивать крестьян, потому что 10, 900, третий сорт – это только интервенционные закупки. И те торги, которые прошли, они уже говорят о том, что не все готовы продавать по этой цене. На рынке уже есть выше цена. До 11 тысяч 200 доходит цена, которую закупают предприятия мукомольной промышленности. В следующем году район области планируют разделить на зоны. Сначала исследуют почву, выявят, где земля благоприятна для картофеля, где для пшеницы, а где точно уродится кукуруза или ягоды. Это поможет повысить урожайность. Елена Щербакова, Олег Сурков. Специально для итогов недели.